Первую группу сформировали из активной молодежи университета имени Янки Купалы. Студенческий сервисный отряд «Медиавектор» уже успел поработать пером. Их заданием стал сбор золотого фонда воспоминаний ветеранов войны. И с этой работой молодые люди справились на 100%. Для меня это очень важно. Для меня это не просто проект, это нечто большее, потому что у меня уже был опыт общения с ветеранами, и я отношусь к этому с особым трепетом. Ну, хочется, конечно, помочь увековечить воспоминания и истории ветеранов, потому что для нас всех это очень важно. Хотелось бы, конечно, расширить еще наш проект, может быть, поработать с какими-то архивами. О новых возможностях и поддержке инициатив и предложений молодых людей открыто говорили на тематической площадке «Время выбрало нас». Около 8,5 тысяч человек сегодня прошли трудовую студотрядовскую школу. Желание работать и приносить пользу молодежи возрастает. В Центральном комитете БРСМ это заметили и поддержали идею и стремление нового поколения. Именно Гродничина откликнулась на наш призыв в начале этого года на коллегии Министерства информации попробовать это направление, так как есть запрос молодежной аудитории. Ребята хотят себя не только ощущать журналистами, а сейчас, наверное, практически каждый молодой, не только человек, в той или иной степени журналист. Мы все пользуемся телефонами, гаджетами, фотографируем, создаем свой контент. И, конечно, вот этот запрос сегодняшний день откликнулась именно редакция «Гродно плюс», важного не только регионального ресурса, хочу сказать, что он популярен и в республике. Куратором нового информационного направления стал директор телерадиовещательного канала «Гродно плюс» Сергей Мазайло. Под его началом молодые люди делают свои первые шаги в профессии журналиста. «Будет второй отряд, он будет в марте, то есть мы закончим вот этот месяц, отработаем, соберем всю эту базу данных. А в марте с этой базы данных первое, что мы сделаем, мы сделаем некий документальный фильм. Сколько там будет серий, мы не знаем, но по воспоминаниям вот этих ветеранов. Эти воспоминания не только для фильма нужны, они нам нужны для того, чтобы потом, через 5-10 лет, мы вот этим видео бесценным кладом пользовались. И дети, вот эти студенты, они уже, придя со школы, ну вот я учусь, да, как же ты такой журналист, а тут на, вот ты журналист, вот тебе форма, вот тебе микрофон, вот тебе камера, и ты уже работаешь». С горящими глазами и большим желанием участники информационного студенческого отряда взялись за дело, и результат не заставит себя долго ждать. Ольга Чебирякова, Василий Мальцев, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова